Привет, ребята! Меня зовут Ирина. И смотрите, каких кукол я сегодня нашла. Это большие куколки Лол. Ну или что-то между куклами Лол и куклами Барби. То есть снизу вот здесь вот изображены куколки Лол, на которых они похожи. Это типа принцесса, а это как бы космическая девочка. Но только почему-то у нее две гульки здесь. А еще они идут с разными ароматами. Ну там клубничка, виноградик, арбузик. И пахнут достаточно сильно, хотя еще находятся в коробочке. Но давайте же их распакуем и посмотрим. Итак, я вижу уже эти тоненькие ножки, которые как ручки. Но да ладно, не будем на это обращать внимания. На самом-то деле тело довольно-таки неплохое. Смотрите, ручки двигаются в разные стороны. Ножки в бок не раздвигаются, но зато двигаются вперед-назад. А еще они сгибаются вот здесь вот в коленке. Ну примерно как у кукол Барби. Тело похоже это не на пластик, а скорее на какую-то твердую резину что ли. Ну вот реально тело как у куклы Барби. На ножках у нее одеты вот такие вот туфельки красненькие с вытянутыми носиками. А на голове идет вот такая вот корона, которая клеем приклеена к голове. Наверное, чтобы не упала. А еще мне интересно, как держится вот этот вот гулька. То есть может она тоже где-то приклеена? Как она тут вообще держится? Непонятно. Волосы у нее конечно не густые. Ну и здесь вот идет имитация типа розового платья, как у куколки Лол Принцессы. И вторая куколка мне, она почему-то нравится больше, чем первая. Может из-за того, что у нее тон кожи темнее или волосы белые. Ну смотрится она как-то милее и симпатичнее. Туфли у нее точно такие же. Платьица вот здесь на липучке. Я думала это кофточка с юбкой, но нет, оказалось платьишко. И я буду не я, если их в кого-то не переделаю. А переделывать я их хочу в куколок Лол. Да, куколок Лол в куколок Лол. Я выбрала вот эту парочку, она мне нравится. Sugar Spice, то есть сахарок и перчинка. Вот это у нас будет сахарок, а вот это будет перчинка. Ну у них цвет кожи подходит, а все остальное я переделаю. Начинаю я с сахарка. Да, сначала я изменю цвет глаз. Они у нее небесно-голубые. Я закрашиваю их голубой акриловой краской. Закрашу один и второй глазик. Затем рисую еще вот здесь вот белые блики. По два белых блика, чтобы глазки смотрелись, но более как-то милее, кованье что ли. Еще у сахарка есть вот здесь вот такие веснушки розовенькие. Я их тоже дорисовываю, вот так вот у меня получилось, смотрите. Теперь нужно убрать вот эти вот гульки, и я буду перекрашивать волосы. Ну а окрашивать волосы я буду обычными фломастерами. Эту сторону в голубой закрашу, эту в розовый. Беру пряди и начинаю просто окрашивать их фломастером. Фломастеры обычные на водной основе, так как волосы синтетические, он легко впитывается и потом не оставляет следов на пальчиках. То есть волосы так и останутся голубенькими. Полностью их окрашиваем. Осторожно возле корней, чтобы не окрасить лицо куколки. Как видите, волосы у нее не густые. Ну да ладно, закрашиваем все полностью. И вот так вот у меня получилось. Смотрите, голубые волосы, как у мальвины. Теперь окрасим эту сторону, но для начала соберем в хвостик голубые волосы, чтобы нам не мешали. Завязываю здесь вот резиночку, вот так. Затем скручиваю в жгутик и делаю уже гульку. Тоже гульку закрепляю резиночкой. И начинаю окрашивать уже розовым фломастером вторую часть волос. Тоже аккуратно возле корней, чтобы не покрасить личико. И полностью все закрашиваем. Кстати, голубой почему-то красился лучше, чем розовым. Вот такие волосы ярко-розовые у меня получились. Смотрите, какие красивые. Здесь я тоже делаю хвостик. Скручиваю его в жгутик. И формирую уже такую вот гульку. Гульку закрепляем опять-таки резиночками. Вот такие они у меня получились. Дальше будем делать ее обруч с нимбом. Я беру вот такую вот толстую проволоку. Вымеряю ее по голове куколки. А сверху закручиваю тонкую проволоку. И затем на пальчиках формирую такое вот колечко. Лишнюю часть вот эту загибаю всю. И вот так вот примерно должно получиться. Затем беру легкий пластилин. Можно взять любого цвета, так как я буду его закрашивать потом все равно золотой краской. Формирую обруч и нимб. Вот так вот должно получиться. То есть полностью все закрываем. И теперь можно его окрасить либо золотым лаком, либо золотой краской, либо еще чем-то золотым, что у вас там есть. Я решила закрасить лаком, так как хочу, чтобы обруч был глянцевым. Вот так вот у меня получилось. Теперь оставляю его подсыхать. Для платьишка нам понадобится легкий пластилин. У меня белый закончился, поэтому я беру светло-розовый. Вырезаю вот такие две детальки. Потом это платье я просто буду окрашивать белой акриловой краской. Ну так вот нет белого пластилина. Так вот собираем две детальки вместе. Сощипываем плечики. Теперь бока. Вместе так вот все приглаживаем. И уже формируем юбочку. Раскатываем вот такой вот широкий пласт из легкого пластилина. И делаем валанчики. То есть такие вот волны на нем. Закрепляем юбку уже на маечку. Все тут фиксируем, скрепляем. Прижимаем. Сверху приклеиваем поясочек. И вот такое вот платьишко у меня получилось. Теперь когда оно высохнет, я его буду красить белой акриловой краской. Ну если у вас есть белый легкий пластилин, то можно его не красить, сразу белым делать. Я же вот буду его окрашивать, причем окрашивала его в несколько слоев. Пояс я крашу золотой акриловой краской. Полностью тут закрашиваю. И туфельки тоже закрываю уже акриловой краской. Полностью их так закрашиваю, чтобы не было пробелов. Все, одеваем обруч и наша девочка сахарок готова. Смотрите, какая она милашка. Ммм, она действительно выглядит очень мило и сладенько. Красота. А теперь давайте сделаем уже перчинку. Сначала изменяем ей цвет глаз, он у нее бирюзовый. Полностью закрашиваю вот эту вот радужку акриловой краской. И я тоже рисую вот здесь два блика. Ну тоже, чтобы она выглядела более милее. Теперь ей нужно проредить немножко челочку. Сделать вот такие вот скосы. Вот так вот. И теперь виднеющиеся бровки мы закрашиваем в розовый цвет. Одну, вторую. И теперь я буду изменять ей цвет волос. Буду делать их черными. Беру салфетку, чтобы не вымазать личико куколки. И закрашиваю черным фломастером волосы. Кстати, черный фломастер довольно-таки не очень хорошо перебивает коричневый цвет волос. То есть белым было проще. Поэтому у меня не особо черные волосы получились скорее темно-коричневые. Ну да ладно, как есть. Я завязываю ей хвостик, как у куколки Лол. Зато окрашенные волосы стали более послушными, что ли. Теперь сделаем ей обруч. Тоже берем толстую проволоку и закрываем ее легким пластилином. У меня опять-таки закончился красный пластилин. Поэтому я делаю его таким темно-розовым. А затем буду окрашивать акриловой краской. И сверху приклеиваю два треугольничка и заворачиваю их внутрь. Вот такой вот обруч получился. После того, как он высох, я его уже закрасила вот акриловой красной краской. Ну что делать. Дальше я беру черный легкий пластилин и вырезаю вот такие две детальки. Будем делать боди для нашей куколки. Сначала формируем низ, скрепляем все вместе. Я сделаю его пошире, ну дабы придать немножко объема ногам и куколке. Затем беру розовый легкий пластилин, вырезаю две уже детальки для кофточки. И приклеиваю их одну с одной стороны, другую туда на спинку закрепляю. Плечики. Скрепляю бачки. Выправляю кофточку и сверху приклеиваю уже поясок. На поясок приклеиваю вот такую вот бяжечку. Дальше делаем уже колготочки. Берем розовую акриловую краску и полностью закрашиваем все ножки. Кстати, поясок я закрасила в тот же цвет, что и колготочки. А на колготочках уже рисую черные полосочки. То есть они должны быть полосатые. И той же черной акриловой краской я закрашиваю низ боди. Ну, чтобы он поярче был. А верх перекрашиваю уже в красный цвет. Если у вас есть сразу красный пластилин, то можно лепить сразу из красного, чтобы не перекрашивать. Все, туфли я не перекрашиваю. Они так и должны быть красного цвета. И на этом перчинка тоже готова. Смотрите, тоже смотрится довольно мило. Девочки мои готовы. Проверим их, как они похожи на оригиналы. Мне кажется, девочки получились отличными. А сахарок, несмотря на то, что у нее нет чулочки, как у оригинала, выглядит так мило. Она мне так нравится. Такая кавайная получилась. Кстати, напишите в комментариях, кто вам больше понравился. Сахарок или перчинка? Мне перчинка тоже нравится. Единственное, конечно, очень жалко, что у нее худенькие ножки такие. Я бы объема побольше нарастила. Ну, пишите, как вам вообще идея с такими куклами? Типа Лол, типа Барби. Мне будет тоже интересно почитать. Ну, и не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк этому видео, жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И увидимся уже в следующем мастер-классе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok